Пам-пам, у микрофона Карина. Сегодня хочу рассказать об игре Xevious. В Японии известно как Zebiusu. Оригинал вышел на аркадные автоматы в 1982 году и портирован был на множество консолей, в том числе и на нашу любимую NES. Игрок управляет боевым самолетом, который называется Сольвалоу, вооруженным стреляющим вперед запером, которым можно сбивать воздушные цели, и бластером, который стреляет неограниченным за басом бомб в воздух-земля по наземным целям. Игра, по-видимому, происходит в Перу, что можно понять по смене ландшафта. Внизу леса, аэродромы, базы и похожие на линии Наски. В игре присутствует несколько видов самолетов противника, которые стреляют относительно медленно движущимися снарядами, а также быстро движущиеся снаряды и взрывающиеся черные сферы. Наземные враги включают стационарные базы и движущиеся транспортные средства, большинство из которых также стреляет медленно движущимися снарядами. В некоторых областях появляются гигантские плавающие корабли-матки Андургенезис. Их можно убить, уничтожив их ядро. Они считаются одним из первых боссов уровня, включенных в компьютерную игру. В игре присутствует 16 уровней. После 16 уровня игра вновь переходит на уровень 7. Границы между областями отмечаются плотными лесами. Если игрок погибает, игра обычно возобновляется с начала области. Если игрок прошел как минимум 70% уровня до того, как умереть, игра начнется со следующего уровня. Поскольку соль в алоу постоянно летит вперед, можно пройти уровень, не убив ни одного врага.